здравствуйте ребята итак очередная история которая вам научит многому как мыслить и как действовать когда вы вдруг обнаруживаете неисправность автомобиля при езде случилось это несколько месяцев назад и такое рано или поздно можно случиться со всеми водителями история пригодится всем один хороший день иду в городе на своем машине решил обогнать перед идущую машину идущего черепащим шагом нажимаю на педаль газ набираю обороты двигателя почти обогнал машину но вдруг теряется мощность нажимаю педаль газ на пол чтобы наконец-то обогнать автомобиль и не хватает мощности с трудом наконец-то это удалось мне черт возьми настроение также быстро меняется как и мощность моего двигателя шву педаль но не помогает машина идет как ленивый осел ругаю двигатель как отец солдата ругал китлера но тоже не помогает казую в надежде что перебой пройдет бывает же так но тоже не помогает паркую машину и включаю компьютер в голове мозгую рассуждаю при себе скорее всего причина неполадки в системе воздухоподачи или в системе по топливоподачи тросельная заслонка или форсунка заклинила если форсунка тогда в выклопной трубе должна вылететь пели дым с запахом бензина но нет ну что там гадать давай ка я с помощью сканера elm 273 подключусь к бортовому компьютеру машины и посмотрим что он а он подскажет кстати вот несколько дней назад я получил вот такой китайский сканер elm 273 чуть подороже но более удобная вещь на хорошем чипе быстрое подключение и сканирует огромное количество машин ссылки для покупки оставлю ниже в описании этого видео подключаюсь и что мы видим пропуске зажигания воспламенения втором цилиндре это значит что во втором цилиндре отказала форсунка что маловероятно или отказалась свеча зажигания катушка зажигания или высоковольтные провода которые подходят ко второму цилиндру так что мы делаем дальше придется идти в мастерскую или самому использовать дедовский метод для вычисления неполятки в таких ситуациях открываем капот временно разъединяем высоковольтные провода и переставляем катушки зажигания второй подозреваемую катушку переставляем например в третьем цилиндре а третью катушку во втором цилиндре там где раньше стояла вторая подозреваемая катушка если после этого пропуск во втором цилиндре переместиться в третьем цилиндре Тогда это нам будет говорить, что виновником неполадки является катушка, которая стояла во втором цилиндре. Если пропуск не переместится в третьем цилиндре, тогда придется продолжать экспериментировать. Нужно будет открутить и заменить местами свечей зажигания во втором и третьем цилиндре. Если пропуск в таком случае тоже не переместится со второго в третьем цилиндре, это будет говорить о том, что катушка и свеча тут ни при чем. И нужно будет искать с причинами высоковольтные провода, которые подходят к второму цилиндру и снабжают ее электричеством. Так, после переставки и замены местами катушек, заводим двигатель. Газуем или можно покататься чуть. Перебой снова остается и не уходит. После этого опять подсоединяемся к мозгу автомобиля, читаем ошибки и видим, что пропуски зажигания переместятся со второго в третьем цилиндре. Неплохие новости. Это говорит о том, что причина 199% в катушке зажигания, которая раньше стояла во втором цилиндре. Ну ладно, иду в автомагазине и спрашиваю, есть или нет катушки зажигания для моего автомобиля. Та из турецкого производства цена около 25 долларов, говорит знакомый продавец. Беру одну штуку с договором, что вот тут на улице за 5 минут поставлю на машине и если перебой на двигателе исчезнет, значит причина у меня именно в катушке зажигания. И деньги заплачу за покупку. А если перебой не исчезнет, значит нужно будет искать мне другую причину и новую катушку верну обратно в магазин. Ну ладно, говорит продавец. Выхожу на улице, открываю капот, разъединяю в штеггерах высоковолтные провода, достаю подозреваемую катушку. Сначала осматриваю ее. Особенно нужно уделить внимание на резинку, не просохла ли она или нету ли трещины на нем. Если есть хоть маленькая трещина на эти резинки, значит причина в резинке и ток переносится на корпус двигателя. А катушка в таком ситуации исправна и достаточно только заменить резинку. Частая причина выхода катушек из строя – подгорение резиновых наконечников. Вот пример. Подходит для замены даже зигулевские резинки для катушек. Нужно будет только потом, после замены, отрезать чуть кусок резинки, так как зигулевские, если не ошибаюсь, чуть длиннее. Об этом, об восстановлении катушек есть много видео на ютубе и не буду останавливаться тут подробнее. После замены и установки новой катушки двигатель заработал как часы. Все больше ничего не нужно искать, решил я. Заплатил деньги в кассу и иду домой с хорошим настроением. Доволен был тем, что обделялся легким испугом и минимальными затратами. Ну и вкратце, короткая теория об катушек с ожиганием. Устройство является наиболее консервативной деталью в бензиновом двигателе. Ее прототип был изобретен Германии инженером Румкорф Фом в середине XIX века. Она заменила магниты в двигателях автомобилей в начале XX века. Основное назначение устройства – преобразование низковольтных, 12-ти вольтных электромагнитных импульсов в высоковольтные импульсы с амплитудой более 15 тысяч вольт. Високое напряжение необходимо для пробоя рабочей зоны свечи зажигания. Как и все электрические и электронные блоки ПАБИНА, катушка зажигания имеет определенный ресурс безотказной работы. Средний срок службы катушек зажигания приблизительно 70 лет эксплуатации, либо 150-200 тысяч пробега. Это когда катушка зажигания родной заводской, а у меня была установлена черт ее знает, катушки какого производства, и заменил всех вместе около 2 года назад. Вот и пришел конец одного из них. Ну и в конце видео хочу попрощаться. Просьба подписаться на канал, нажать на колокольчик и комментируйте, пожалуйста, видео. Пишите о вашем опыте, что и как с вами случилось и как вы исправили поломку. Задавайте вопросы. Я не мастер, но постараюсь ответить. Спасибо всем за внимание. Продолжение следует...